Микс Ньюз. Здесь и сейчас. В прямом эфире. След в след за самыми горячими событиями. Экспертные оценки. Социальные сети. Прямые включения по всему миру. Реагируем оперативно. Обсуждаем предметно. Программа Болтком Онлайн. Время выхода любое. Протяженность не ограничена. Слушай своих. Свои не обманут. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа Болтком Онлайн. Говорим мы сегодня о Брексите. Дело в том, что уже на протяжении трех лет этот вопрос решался. И не мог решиться. И сегодня наконец решился. И такое ощущение у нас складывается. Что на самом деле это уже воспринимается как некое рядовое событие. То есть нет такого ажиотажа. Который, казалось бы, должен быть вокруг этого события. Королева подписала решение. Соответственно. Да и Совет ЕС одобрил Европарламент. Но все-таки еще не решился. Нельзя так сказать уже. Потому что официально Великобритания только покидает Европейский Союз. Сегодня ночью это случится. В час ночи по рижскому времени. Да. Мы сегодня будем говорить об этом в течение двух часов. Связываться и с экспертами. И с жителями разных городов мира. И местными представителями. Узнаем, как это отразится вообще в целом. В мире и в Европе. Говорят, правда, что многие люди могут даже и особенно не заметить разницы. Ну, рядовые жители, скажем так. Но для политиков начинается настоящая такая большая серьезная работа по внедрению, по разработке различных договоренностей. По британской торговле. Ну и так далее. Очень много всего. Поэтому много еще вопросов остались открытыми. Мы хотим поговорить сегодня в том числе и с теми, кто будет выходить с нами на прямую связь. Ну и вы, уважаемые радиослушатели, в большей степени, конечно, наверное, во второй части подключаетесь. Но можете и в течение первой части тоже высказывать свои емкие мнения. Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Говорим мы сегодня о Брексите. И будем связываться с нашими экспертами. Да, на ваш суд мы сегодня передаем эту тему, обсуждаем ее вместе с вами. Вы также участвуете. Кстати, мы не представились. В студии работает Анна Смирнова. Да, и Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, помогает нам и будет помогать в течение двух часов. Да, телефоны, я напомню, 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Для тех, кто звонит из-за рубежа, мы знаем, что у нас есть слушатели в Великобритании, код плюс 371. Звоните тоже, рассказывайте, как вы видите эту ситуацию, как вы ее воспринимаете. Также пишите в WhatsApp 2306191, ваши комментарии мы планируем зачитывать в эфире. Напомним, что тема нашего болтком онлайна сегодня это Brexit. Судя по всему, Великобритания все-таки выйдет из... Да, но до последнего почему-то кажется, что вот что-то может такое случиться, хотя уже ничего вроде не может пойти не так. И, кстати, говорят, что после 47-летнего членства в Евросоюзе Великобритания уходит по-английски, но мне как раз кажется, что не совсем по-английски, если так можно сказать, потому что... По-английски, кстати, не получилось. Великобритания прощается с ЕС уже очень давно. Но вот сегодня прощай, кажется, разлучит более утвердительно. Узнаем об этом. У нас сейчас на прямой связи главный редактор журнала «Зима Магазин» из Лондона, из Великобритании. Илья Гончаров, здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать о том, что Великобритания уходит не по-английски из Евросоюза? Вот как вы считаете? Ну как, прощается и не уходит? Да, похоже на то. Мы уже три с половиной года никак не можем выйти. Ну какие чувства в связи с Брекситом сегодня испытывают в Британии, испытывают британцы? Вы знаете, такое ощущение, что всем все уже надоело. Мы перестали это все обсуждать уже, не знаю, наверное, полгода назад. Конечно, перед выборами мы там спорили, да, обо всем этом. Ну когда победил Борис, когда победила консервативная партия, все стало ясно. И уже полтора месяца, в общем-то, как бы мы живем, как будто Брексит уже произошел. То есть это не главная новость сегодня в британских СМИ, учитывая, что много всего в мире происходит, коронавирус в частности, китайский и так далее. То есть можно ли сказать о том, что они вытеснили Брексит из повестки дня сегодня? Ну вот из моего угла окажется, что коронавируса обсуждают куда больше. То есть про Брексит все было известно заранее, 31 января это очень такая формальная дата. И поэтому тут никого ничего не удивляет. В общем-то, по большому счету, для страны сегодня ничего не меняется. И поэтому коронавируса обсуждают куда больше, вы правы. Ну, кстати, подтверждено заражение у двоих, если нам верно сообщают СМИ, у двоих людей в Великобритании. Насколько это напугало вообще общество британское, эта информация? Ну, это неизбежно. Там в Китае болеют там тоже сколько, тысячи людей. И мир такой глобальный сегодня, что сегодня в каждом самолете можно привести этот вирус. Будем надеяться, что он не заразит слишком много людей, и никто не умрет. Ну, что касается Брексита и жителей, не граждан Великобритании, которые живут на территории страны, все-таки вот эти беспокойства, которые мы слышали со стороны того, что иностранцам будет гораздо сложнее теперь жить в Великобритании, как-то все-таки удалось их уладить, эти вопросы? Да, это еще при Терезе Мэй обещали, что все будет очень гладко, очень спокойно. Там сделали очень простую схему, как подавать документы на этот сеттлмент статус. И там процедура совершенно примитивная. Там 15 минут заполнять анкету на сайте, и у тебя, в общем-то, имеется новый аутсвайз для жизни в Великобритании. И все это сделали, там отказы, по-моему, единичные, то и засудимости. Так что ни у кого никаких проблем не возникало. Эта процедура была даже бесплатной, никакой пошлины не брали за оформление. Так что все очень гладко, и даже если кто-то хочет, например, из Евросоюза еще приехать жить в Великобританию постоянно, то у людей есть еще возможность сделать это до конца года. То есть если кто-то из Латвии захочет приехать в Лондон, то до конца года можно просто с латвийским паспортом приехать, получить какие-то документы и остаться жить. Уже с 1 января уже будет нельзя. То есть никаких насильственных депортаций из Великобритании граждан европейских стран не предвидится и не прогнозируется? Ну они, да, они уже, по-моему, даже сейчас в январе еще раз обещали, что никаких депортаций мы делать не будем, но это и так было ясно, они уже там десятый раз это говорили, что, пожалуйста, только не волнуйтесь, мы вообще никак вас не тронем, пожалуйста, живите. Но есть ли волнение по поводу того, что будет после переходного периода, спустя год? После переходного периода, ну там будет очень сильно, очень сильно зависеть от того, о чем договорится Лондон и Брюссель. Все зависит будет от торговли, от торговых отношений. Если британская экономика не рухнет, то, в общем-то, все будет по-прежнему. Ну вот Борис Джонсон, он пообещал уважительно отметить выход Великобритании из ЕС, чтобы не обидеть ни противников, ни сторонников, как он сказал. Насколько вообще велика вероятность такой агрессии, что ли, со стороны противников Брексита в отношении, например, того же Джонсона? Простите, я не расслышал. Агрессия, вы сказали? Ну да. Какого-то такого вот, ну, не знаю, протестных, может быть, настроений. Агрессия Британии как-то, в принципе, не свойственна. Здесь люди, в общем-то, бьют в одних и тех же пабах. И те, которые забрызли, и те, которые против, это не футбольные болельщики. Это, в общем-то, нормальные люди, которые уважительно относятся друг к другу и к точке зрения, которую не разделяют. Так что ничего такого тут не было. Там в 16-м году были какие-то, знаете, страхи, что кто-то кому-то сказал, что вы езжаете обратно в вашу Польшу. Но это, в общем-то, скорее всего, было так, что у страха глаза были велики, и кто-то услышал того, чего, в общем-то, не было. То есть это потом не подтверждалось. Потом этого в таких случаях не было. Так что, в общем-то, все спокойно, все нормально. Спасибо вам. Напомню, что на прямой связи с нами был главный редактор журнала «Зима-магазин» Илья Гончаров из Великобритании, из Лондона. У нас сейчас было включение. Мы говорим сегодня о Брексите, о том, как он повлияет на нас и вообще на весь мир. Сегодня ночью он состоится, по крайней мере, должен состояться. И давно уже Великобритания выходит. Сейчас давайте послушаем, что нам сказал об этом политолог-международник из Германии Александр Рар. Давайте поставим эту запись. Никто не предполагал, что какая-то страна может выйти или захочет даже выйти из Европейского союза. Все хотят войти в Европейский союз, но страна выходит. Поэтому, конечно, шок, от которого Европейский союз по-прежнему еще не отправился, я думаю. И, скажем так, если Великая Британия будет после выхода из Европейского союза в экономическом плане все-таки лучше жить, чем при Европейском союзе, то могут последовать другие страны. Вот этого в Европейском союзе больше всего боятся. Сейчас считается, что Европейский союз консолидирует свои позиции без Британии, будет расширяться дальше на страны бывшей в Славе. Но вопрос, какие отношения будут с Европейским союзом Англией, с Великой Британией. Тут очень много вопросов. Я думаю, что Великая Британия, естественно, будет искать вопросы безопасности. Тестнейшее сотрудничество с Соединенным Штатом Америки. И не обязательно с Европой. В экономическом плане пока все будет меняться только, как говорится, степь-бай-степь. Потому что в течение следующего года, нынешнего года, еще экономического зона не будет. И все останется, как было прежде. Потому что это только фаза развода, которую мы сейчас будем иметь. Но что будет уже с 2021 года, это пока никто не знает. Все зависит от того, что может Европейский союз и Великой Британии договориться о создании свободной экономической зоны. Если она будет, то, я думаю, больших таких потрясений или крупных изменений в отношении экономического планета все-таки не будет. Но, конечно, проблема будет в новых тарифах. В том, что между Англией и Европейским союзом будет усиленная таможня. И, конечно, передвижение за Европейский союз в Великой Британии будет сильно заторможено. Это тоже факт, с этим нужно считаться. Но сейчас самое главное, что будет с собой внутренний политик в Великой Британии. Потому что уже такая, скажем, страна, как Шотландия, которая находится в Великой Британии, все меселые будут стремиться выйти из Великой Британии, отключиться от Англии, чтобы остаться или чтобы опять войти в Европейский союз. То есть развал в Великой Британии может быть тоже не за горами при худшем сценарии. Поэтому карты перемешаны. Ситуация пока сложная. Предсказать, предвидеть ситуацию нелегко. Пожелаем англичанам счастья. Они все-таки четвертое, по сути, решили выйти из, с исторической зрения, забюрократизированного Европейского союза. Но к чему это приведет, об этом еще рано говорить. Поговорим через год. Политолог-международник из Германии Александр Рар дал нам этот комментарий. Судя по тому, что он сказал, главное его опасение – это то, что другие страны вслед за Великой Британией захотят покинуть Европейский союз. В том числе и Шотландия, например. И развал Великой Британии практически не прогнозирует, но, по крайней мере, не исключает политолога. По крайней мере, действительно, такая беспрецедентная история. И Великой Британия, открыв этот шлюз и показав, что это возможно, хотя мы видим, что это очень сложный процесс, и не получилось так, как планировали изначально. Я думаю, что те сторонники Брексита, которые изначально делали это своей такой политической концепцией в Великой Британии, когда у них получилось, они сами обалдели, потому что, в общем-то, никто, по большому счету, не верил, что это возможно. А когда это стало возможно, и когда это было осуществлено на референдуме, то, в общем-то, возникло масса вопросов, а как выйти-то из этого брака, который 47 лет продолжался, как сделать это по возможности мирно. Мы видим, какие сложные переговоры. Развод всегда болезненный. Да, но тут мы уже видим, скорее, даже уже апатию, потому что, как сказал главный редактор журнала «Зима-магазин» Иван Гончарок, который выходил в наш эфир, он сказал, что всем уже, по большому счету, эта история настолько надоела, что на нее уже не обращают внимания. И мы действительно наблюдаем даже вот по такому ощущению, что вот эта история с Брэкситом, казалось бы, вот он, тот долгожданный финал, которому так долго все стороны шли. И, другая история такой равнодушия. Вот она чувствуется даже в воздухе, что, ну окей, выйдем мы уже наконец из этого Евросоюза, и как-то будем жить дальше, потому что уже, как мне кажется, пик прошел, интерес прошел, все просто хотят жить дальше. У нас есть звонок, кстати, из Риги. Да, мы слушаем вас. Или из Латвии. Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый. Ну вот, можно воспользоваться опытом Латвии. Когда-то Латвия произошла, произошел Брэксит. То есть, проще говоря, получается, если вы возьмете Конституцию Латвийской Республики, да, значит, есть Конституционный закон Латвийской Республики. Он от 21 августа 91-го года. Так, согласно вот этого закона, в законе говорится, Сейм принял решение о том, в связи с тем, что нету Советского Союза, да, что нету Советского Союза, считаем, вступить в Конституцию новой Латвийской Республики. И таким образом вышли. Что касается Брэксита сейчас в Великобритании и выход ее из СССР, тут можно, конечно, проводить параллели, мы вам не запрещаем, но Брэксит как оценивается? В Латвии просто из Советского Союза существовал, они сделали свой Брэксит. Да, спасибо вам за ваше мнение. Но, мне кажется, это разная история, но, тем не менее, наверное, здесь какие-то аналогии можно попытаться найти. Но Евросоюз не находится в той стадии развала, в которой находился Советский Союз. Ну, если уж так говорить, потому что, судя по всему и по той информации, которую мы обладаем, после выхода Великобритании из ЕС развал Евросоюза не случится. То есть Евросоюз продолжит дальше свое существование. Там есть, конечно, кризисные какие-то моменты, элементы, но, тем не менее, он не стоит на грани большого развала. Еще звонок успеем принять? Да, мы слушаем вас. Да, слушаем вас. Добрый день. Хотелось бы поконкретнее узнать, как изменится жизнь людей, которые живут там, в Англии, именно, зарегистрированных как постоянные жители, а также незарегистрированных как постоянные жители. Как это поменяет их свободу передвижения и так далее. Спасибо. Да, мы уже во второй части расскажем, как на латвицах это скажется проживающих в Великобритании. Их там немало, к нам выйдет, вернее, мы поставим комментарий посла Латвии в Великобритании, также президент Латвийской ассоциации торговцев выйдет к нам на прямую связь. Мы поговорим об этом. В этой части мы говорим о том, как отразиться на Европе. Мы связываемся с политологами, с экспертами со всего мира и продолжим с ними связываться. Напомню, что 29 января депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе в Великобритании из Евросоюза. И вот как раз финальным шагом вчера стало одобрение Совета ЕС. 30 января это произошло. Официально Великобритания покидает Евросоюз 31 января в 23.00 по Гринвичу, то есть в час ночи по рижскому времени. Это 1 февраля уже будет. Ну и после этого до конца 2020 года продлится переходный период. И в целом, если говорить, отвечая на вопрос нашего радиослушателя, то кардинальных изменений для тех, кто живет в Великобритании, для, скажем так, граждан Великобритании и для тех, кто является гражданами Евросоюза, не наблюдается таких прям кардинальных и существенных. Если даже говорить о роуминге, то его не будет. Но, тем не менее, это вот первый год переходный, и изменения уже начнутся после 31 января 2020 года. Да, мы еще успеем перед перерывом принять звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Знаете, мое мнение, это есть живой организм. Это очень хорошо, что мы живем в таком государстве, ну, в соцветии государств, как Евросоюз, который живой организм, к которому можно войти, так и выйти. То есть это лишь подчеркивает мобильность данной системы. Да, спасибо вам. Такие простые движения, как пела группа Тату. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Говорим мы о Брексите. Сегодня у нас программа «Болтком онлайн» в течение двух часов. Мы сегодня работаем и общаемся с экспертами, и с вами тоже. Мы продолжаем эту программу «Болтком онлайн». Говорим сегодня о Брексите. Звоните, пишите, высказывайте свои мнения. Это программа «Болтком онлайн». Напомню, что здесь мы связываемся с экспертами в рамках этого эфира. У нас также запланировано много включений. В первой части мы уже связывались с Лондоном, выслушивали мнения экспертов по этому поводу. Продолжаем это делать. Интересную, кстати, мысль сказал Илья Гончаров, главный редактор журнала «Зима Магазин» из Великобритании. Он сказал о том, что и противники, и союзники Брексита пьют в одних пабах. Что, в общем-то, объединяет действительно. Да, такая созидающая история, когда я спросила насчет того, возможно ли агрессия в отношении того же Бориса Джонсона. Все-таки в его руках была судьба Брексита. И он ответил мне, что никакой агрессии не наблюдается. Все пьют в одних пабах. И, в принципе, уже все смирились и устали, можно так сказать. Еще звонок. Звонок, да, слушаем вас. Да, мы слушаем вас. Вот неправильно поняли. Ведь когда Латвия приняла этот закон, Советский Союз еще существовал три месяца. Понимаете разницу в том, что бездарно, вот наши семь приняли бездарно и врал. Это вранье называется. А при чем здесь Брексит, уважаемый? Да, при чем тут Брексит? Скажите, пожалуйста. Что, пожалуйста? При чем здесь Брексит сейчас? Великобритания выходит из ЕС. Я говорю, можно опыт, по опыту выйти, таким же, как и Советский Союз Латвия приняла. Описать, принять закон их и написать, что в связи с развалом не существует Европейский Союз и все. Да, спасибо, мы передадим ваше пожелание Борису Джонсону, может быть, он воспользуется. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, мы тем временем… Да, ну мы будем связываться, продолжать связываться с экспертами. Кстати, сейчас ходят шутки, наши радиослушатели пытаются провести параллели с Советским Союзом, а также ходят такие параллели, ну такие, наверное, иронические, что принц Гарри и Меган Маркл, они, ну, вышли от полномочий королевской семьи, переехали в Канаду. То есть, они совершили свой личный Brexit. Это их такой, да, такой Brexit, но они говорят о том, что они просто решили остаться в Евросоюзе и переехали в Канаду. Ну, я с Меган Маркл познакомился, не лично, по сериалу «Форс-мажоры». Мы думали, сейчас будет история какая-то душесчипательная. Нет, с Меган Маркл пока я не встречался. Кстати, за период, пока Великобритания выходит из Евросоюза, сменилось уже три премьеры, это Дэвид Кэмерон, он сразу после референдума, после того, как минимальное, большинство избирателей высказалось за выход страны из ЕС. Он решил, что стране нужно свежее руководство, потому что идею Brexit он не одобрял, скажем так. И далее уже Тереза Мэй, ну, не знаю, насколько она была свежа, но Тереза Мэй вступила на этот пост премьер-министра, тщетно она пыталась, мы видели это и наблюдали, договориться насчет Brexit, но толком не получилось. Потом стали, кстати, появляться новости о том, что про Виски и Терезу Мэй, я помню, эти новости, и она могла, кстати, стать гостей программы «Выбор». Да. Но, слава богу, что не стало. Да, и тем не менее, действительно, ведь, как сказал Иван Гончаров, в общем-то, все решается в пабах, на самом деле политики тоже люди, поэтому в этом смысле, наверное, можно смотреть с этой точки зрения. У нас на прямой связи... Да, главный редактор нашей газеты в Ирландии Сергей Тарутин, здравствуйте. Добрый день, дорогие наши радиослушатели Балткома и вообще все Балтийцы. Как там у вас с Brexit? Эта тема еще волнует? Ума, умы, сердца? Вы знаете, вот что-то напоминает мне слова песни, так сказать, этот день мы приближали как могли, да? Со слезами на глазах, так сказать, и кто-то с радостными слезами, кто-то с грустными, но, по-видимому, как и у любой победы, до сих пор непонятно, какие будут последствия, так сказать, вот это исторические факты, которые, так сказать, практически непредсказуемы. Любая победа непонятно чем заканчивается. Ну, скажем так, что касается Ирландии, то она, в общем, практически пошла по пути, проторенному нашим дорогим Борисом Ивановичем Джонсоном и объявила всеобщие выборы, да? То есть, в следующей неделе, 8 февраля, в Ирландии пройдут генеральные выборы, на которых будет выбираться новый парламент. А поскольку Ирландия страна, республика парламентская, то, соответственно, будет выбираться и новое правительство. Наш действующий премьер-министр Лео Вараткар буквально три недели назад, когда стало понятно, что Brexit 31 января не минуем, объявил новые, как сказали, досрочные выборы, но на самом деле они планировались, но на май месяц, так сказать, никто не так и не верил до конца, что у британцев все получится. Поэтому впереди 11 месяцев, по-видимому, достаточно тяжелых переговоров. Вот что интересно, буквально вчера я пересматривал новости, касающиеся Brexit, и в апреле 2016 года, когда произошли, так сказать, известные всем события, связанные с референдумом, у нас была статья о том, чем грозит Brexit для Ирландии. И в сущности, настолько она оказалась актуальной, что за последние четыре года практически ничего нового не произошло. И, соответственно, либо наша правящая партия, которая называется, Финогейл, укрепит свои позиции. Правда, никто, особенно ни один из аналитиков в это не верит. Либо будет некая парламентская кооперация, парламентская коалиция. С кого она будет состоять, пока непонятно. У нас традиционно две правящие партии, Финофол и Финогейл, они исторически возникли из Ирландской гражданской войны 1921 года, конечно. И две оппозиционные партии, одна лейбориста, такие же, как в Великобритании, и другая националистическая партия называется Шенфейн. То есть пока, что интересно, лейбористы и Шенфейн, пожалуй, чувствуют себя лучше, чем два традиционных конкурента. Но еще интересно становится зеленая партия. Правда, не тем, что она обещает сразиться с глобальным потеплением, а тем, что она обещает выделить около 50 миллиардов евро на жилищное строительство. То есть я не знаю, латышам известно или нет, но тем латышам, которые живут в Ирландии, им точно известно, что с жильем в Ирландии сейчас настоящая проблема. Не купить, не снять практически невозможно, поэтому нужно строить и строить. А что ожидается? Вот как бы ирландцы вчера обсуждали в основном то, что должны будут быть какая-то визовая система, что перестанет работать бесплатный роуминг, что, возможно, появятся таможни не на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландии. Опять же, кто не в курсе, у нас есть маленький кусочек из шести округов, который относится к Великой Британии, а он находится фактически на территории нашего островка. А граница, которая находится в море, так сказать, между Британией и Ирландией. И в чем здесь главная проблема? Дело в том, что большие торговые сети, а у нас их фактически четыре. Локальная сеть называется Danstores, есть сеть Tesco и сеть немецких магазинов Lidl и Aldi. Вот Lidl и Aldi и Tesco имеют все свои логистические склады на территории Великобритании. Соответственно, если раньше они с утра заказывали товары и, так сказать, на следующее утро машина уже приезжала и начинала развозить все по магазинам, то, соответственно, с появлением физической границы в портах вот эта вся процедура будет более сложна. И еще, как бы, такая из мелких проблем, но важных, это зернохранилище. В Ирландии нет ни одного собственного элеватора, они все находятся либо на территории Северной Ирландии, либо на территории Британии. А, так сказать, продукт настолько специфичный, что без хлеба остаться такая существует проблема. Вот, собственно, и все, что их волнует, потому что почему-то ирландцы уверены, что то, что касается статуса граждан Ирландии, их не коснется в Британии. Ну, в общем, вполне обоснованно, потому что только за последние четыре года, ну, почти миллион британцев получили ирландские паспорта. Да, еще на севере, в Северной Ирландии, вот в этих шести округах живет, ну, не меньше полумиллиона, а то, так сказать, и больше тоже граждан формально Ирландии, некоторые из которых вообще никогда не получали британский паспорт из принципа. Что же касается восточноевропейцев, то тут ситуация гораздо более сложная. Буквально позавчера были объявления о том, что Борис Джонсон, так сказать, объявляет новую иммиграционную политику и будет всячески приветствовать высококвалифицированных специалистов и ученых, им будут всевозможные даны преференции. Я думаю, что Британия не откажется и от весь инвестор, так сказать, хотя там были разные разнотолки по этому поводу, особенно касательно российских толстосумов. Но я думаю, что для Британии это только дополнительные возможности для того, чтобы собственную визовую программу формировать. По поводу восточноевропейцев, я думаю, тут будет достаточно жесткая торговля между чем и чем? Между британцами, которые вышли на пенсию и поселились в Испании, на Канарских островах, на Кипре, в той же Болгарии достаточно много британцев. И теми людьми, которые уже достаточно давно приехали в Великобританию и не только из прибалтийских стран, но и из Польши, из той же Болгарии, Румынии. И таким-то образом я надеюсь, что ума у всех хватит у политиков для того, чтобы решить вопрос, соблюдая по крайней мере некоторые генеральные, общечеловеческие гуманитарные права. А и вторая часть, которая, по-видимому, будет касаться сильно и прибалтийских государств, вообще всей континентальной Европы, да и Ирландии, в том числе, это торговый оборот. То есть пока Ирландия усиленно ищет пути обхода, для того, чтобы пробираться на континент, минуя Великобританию, то есть минуя соседний остров. В прошлом году был запущен из Дублина паром в Шербург. Значит, компания паромный переправы британская, кстати, запустила паром в Испанию, в Бельбау. Но, правда, в этом году она перенесла точку отправления из южной столицы Ирландии в Корк, в южный же порт, но ближе находящийся к Дублину, Росфорд, так сказать. И таким образом, по-видимому, будет надежда, что часть таможенных формальностей удастся обойти морем. Да, спасибо вам. Спасибо, главред нашей газеты в Ирландии. Сергей Тарутин был с нами на прямой связи. Спасибо, что так подробно объяснили нам ситуацию. Программа «Болтком онлайн». Принимаем ваши звонки. Говорим мы сегодня о Брексите, о том, что Великобритания все-таки, судя по всему, выходит из европейской среды. Да, изначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Парламент несколько раз отклонял это предложение. На тот момент действовал премьер-министр Тереза Мэй. Лондону тогда была дана отсрочка до апреля, до 12 апреля, затем до октября, конца октября. И Брюссель потом все-таки согласился отложить выход в Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. И эта дата настала. Вот она насталась сегодня. Кстати, интересно, что российский аспект очень важен тоже в контексте Брексита, потому что, когда было принято решение, что Великобритания выходит из состава Евросоюза, учитывая всю эту гибридную, холодную, как ее только не называют, войну между, ну, противостояние, по крайней мере, между Россией и странами Запада, говорили о том, что России как раз очень выгоден такой раскол в Европе. И мы сейчас послушаем мнение политолога-международника из России Владимира Корнилова. Вот что он рассказал нам по поводу Брексита. Ну, честно говоря, я не думаю, что на отношениях между Россией и Британией Брексит каким-то образом скажется, по той простой причине, что двусторонние отношения между Лондоном и Москвой напрямую от Брексита не зависят. И они, прямо скажем, находятся не на самой высшей точке. Во многом это связано и с личной позицией Бориса Фрёмсона, премьер-министра Великобритании, ну и, конечно, со скандалами последних лет, вот с Крипалей и так далее и тому подобное. Так что Брексит Брекситом, а двусторонние отношения, конечно же, все равно испытывают кризис, и вряд ли в этом году это как-то рассосётся. Хотя, конечно же, если в Британии не зададутся переговоры с Евросоюзом по экономической сберке, а эти переговоры начинаются буквально сразу и будут длиться до 31 декабря, то в любом случае Британии следовало бы подумать и о рынках испыта, и более тесных экономических связях, в том числе с Россией, да и вообще с другими странами. Но, опять-таки, экономические расчёты в данном случае отступают, к сожалению, на задний план. Несмотря на формальный выход сегодняшней ночи, Британия ещё будет всё равно сохраняться в общем рынке с Европой до определённого момента, и что-то мне подсказывает, что, возможно, и 31 декабря ещё не выйдет из этого рынка. Но, да, конечно, Россия заинтересована в нормализации политических и экономических отношениях Британии, опять-таки, вне зависимости её статуса внутри или вне Евросоюза. Но пока что, пока что к этому не готов в первую очередь бондун, да. Политолог-международник из России Владимир Корнилов рассказал о том, как Брексит может сказаться на отношениях Великобритании и России. Ну, по его мнению, не улучшатся отношения. Вот такой прогноз он дал. Сейчас с нами на прямой связи Виталий Бреев, аспирант университета Глазга в Шотландии. Здравствуйте. Добрый день. Как в Шотландии относятся к Брекситу, учитывая, мы сегодня говорим на протяжении уже почти часа с разными экспертами, и многие приходят к такому выводу, что всем уже просто это надоело. И, соответственно, нет уже какого-то такого ажиотажа, и, в общем, к этому уже относятся как к некой такой рутинной истории. Действительно ли это так? Ну, пожалуй, да. Есть некоторое ощущение завершённости уже на этом этапе, что вроде бы всё-таки Британия наконец-то выходит, и теперь уже пора волноваться о других связанных с этим аспектах, помимо политических. Как в Шотландию относятся? Ну, Шотландия в целом голосовала против выхода из Евросоюза, и этот момент довольно часто повторяется. Шотландской национальной партии, и в целом, мне кажется, общественное настроение всё-таки в Шотландии более негативное по отношению к Брекситу, чем в других частях Великобритании, в Англии в частности. Ну вот до последней минуты, учитывая, что Брексит всё время откладывался, было ощущение, что и сейчас всё может отмениться, хотя всё-таки Брексит будет ночью, и ещё, наверное, есть шанс, что-то может измениться, вот что касается настроений. Надеются ли люди на то, что всё-таки Брексит может не состояться, или уже все уверены в том, что всё будет? Да, мне кажется, что все уверены, что всё уже будет. Дух времени такой, что большинство уже с этим, мне кажется, смирилось. По крайней мере, даже в среде молодёжи, которая, как правило, ну как, по крайней мере, ранее была более оптимистична по отношению к Брекситу. Что касается Шотландии, ведь это такая тоже болевая точка на карте Великобритании, учитывая, что Шотландия тоже ищет возможности выйти из состава Великобритании, это уже такая историческая история. Нет ли настроения, что после Брекста можно теперь будет попробовать снова это осуществить? Да, такое настроение есть. Буквально на днях шотландский парламент проголосовал за проведение второго референдума о независимости. Это, конечно, референдум должен быть подтверждён в Вестминстере, что маловероятно в ближайшее время, но, по крайней мере, это ещё один момент, который довольно часто слышен в новостях. И это, в принципе, главная платформа Шотландской национальной партии, которая на недавних выборах забрала абсолютное большинство голосов в Шотландии. Для студентов и аспирантов иностранных граждан что-то изменится и насколько кардинально после Брекста? Да, скорее всего, изменится, потому что очень большое количество научных инициатив финансируется европейскими фондами, Европейским фондом развития инженерных наук, например, и так далее, которые, соответственно, в 2021 году, если я правильно помню, перестанут спонсировать британские программы, если всё пойдёт так, как сейчас запланировано. Есть ли у Великобритании средства, чтобы поддержать то же количество студентов? Я сказать не могу, скорее всего, нет. И, соответственно, мобильные слои студентов и молодых исследователей, их нужно будет удерживать какими-то другими способами у Великобритании. Но вы чемоданы пока не пакуете? То есть не пакуете чемоданы, пока вы и ваши друзья возможны всё-таки? Нет таких панических настроений у студентов? Ну, панических нет, но определённая готовность к тому, что рано или поздно куда-то придётся уехать, она есть уже давно. Ну и тем более, что наукоёмкие отрасли требуются мобильности от людей с самого начала. Так что, соответственно, они куда более склонны к тому, чтобы уехать. Ну, что касается отношений к Терезе Мэй, насколько я помню, когда вы выходили в наш эфир полгода назад, то говорили о том, что в Шотландии не очень воспринимают премьеры. Что касается Бориса Джонсона и отношений к нему в Шотландии, вот насколько велики негативные, негативная реакция на его персону, негативные оценки? Ну, ещё более негативная Борис Джонсон в Шотландии – это такое некоторое воплощение всех худших специфических английских черт во многом. То есть, опять же, аристократичное происхождение, Итан, Оксфорд и так далее. И связи с Шотландией у него абсолютно нет никакой, несмотря на то, что во время, перед выборами он пытался создать некоторую видимость. Но да, он ощущается в Шотландии как человек из абсолютно другого мира, что и, собственно, подпитывает националистические настроения в очередной раз. Главный редактор одного из журналов в Лондоне выходил к нам на прямую связь. Он сказал, что и сторонники, и противники Брексита пьют в одних пабах. И, в принципе, никаких вот таких на бытовом уровне разногласий нет. А в Шотландии тоже так? Да, на бытовом уровне это воспринимается довольно спокойно. По крайней мере, мне это кажется, ну, за редкими исключениями. Как минимум потому, что, ну, разделение на две довольно большие группы, ну да, не приводят к какому-то секторианскому, наверное, секторианским настроениям. Для них есть и другие поводы к Шотландии, в Ирландии. Спасибо. Спасибо вам, Виталий Бреев, аспирант университета Глазга, выходил с нами на прямую связь из Шотландии. Мы продолжаем выпуск программы «Балском онлайн». Говорим мы сегодня о Брексте. Звоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии, номер WhatsApp 230-6191. У нас сегодня двухчасовой эфир. Во второй части мы также будем принимать ваши звонки, также будем связываться с экспертами. И вот у нас снова запланировано включение с Польшей на этот раз. Варшава на связь выйдет. Якуб Карейба обещал с нами связаться. Да, буквально мы с ним свяжемся. Буквально через несколько минут у нас так оперативно включение организуется. Сейчас мы говорим о Брексите, уважаемые радиослушатели. Если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, может быть, вы в том числе как-то связаны с этим, может быть, вы часто бываете в Великобритании или кто-то из ваших знакомых там проживает, например, и вам есть что сказать, вы можете звонить нам, но, наверное, уже во второй части нашего эфира, высказывать свои мнения. Политолог Якуб Карейба из Польши с нами на прямой связи. Господин Карейба, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как Варшава воспринимает то, что происходит в Великобритании? И вот сегодня финал, как мы надеемся, по крайней мере, Брексита, потому что эта история долго откладывалась, но вроде как все договорились, и сегодня Великобритания должна уже формально выйти из состава Евросоюза. С одной стороны, Варшава рассматривает Брексит как свое огромное геополитическое поражение, ведь нынешнее руководство Польши ставило именно на Лондон, как на противовес французско-немецкому тандему и, значит, главного союзника Польши и всего восточноевропейского региона в Евросоюзе, как страну, которая единственная способна балансировать немецкое доминирование в Евросоюзе. Но с другой стороны, поскольку этот провал очевиден и ситуацию уже изменить нельзя, Варшава начинает смотреть на Брексит как на шанс, поскольку Евросоюз в нынешнем своем виде находится в структурном кризисе и вряд ли нынешний лидер Евросоюза Германия и Франция найдут в себе силы его реформировать, то есть надежда на то, что когда Британия справится с своими внутренними проблемами, она начнет создавать некий альтернативный второй Евросоюз, некое объединение, в которое, возможно, Польшей и восточноевропейским странам будет можно вступить тогда, когда находиться в составе нынешнего Евросоюза, будет уже невыносимо. Спасибо. У нас на прямой связи был польский политолог Юкуб Карейба. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Впереди вторая часть программы «Болтком онлайн». Говорим мы о Брексите. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. 16 часов 11 минут. У нас сегодня двухчасовой эфир, посвященный Брекситу, выходу Великобритании из состава Европейского Союза. Час X настал. Да, час X настал. Или, по крайней мере, час X должен настать, потому что, учитывая предыдущий почти четырехлетний опыт переговоров, ясно, что все может измениться в последний момент. Хотя эксперты и, в общем-то, все заинтересованные стороны считают, что сюрпризов быть не должно. Но никогда не говори никогда, как известно. Мы хотим, да, сколько раз откладывался Брексит. Мы хотим, да, и вас услышать, уважаемые радиослушатели. Во второй части вы также можете подключаться и звонить нам по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. И пишите нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Звук режиссер подсказывает мне, что нужно быть поближе к микрофону, чтобы меня было лучше слышно. Слышно было также наших экспертов. Кстати, они выходили в первой части. Говорили мы из Великобритании, мы выводили Лондон на прямую связь. Из Германии у нас был политолог, из Ирландии. Очень подробно политолог, вернее, главный редактор нашей газеты рассказал о том, как обстоят дела там. Ситуация с границей Северной Ирландии. Шотландия также выходила с нами на прямую связь. Из Глазга у нас был наш гость. Да. Что-то показывает мне Вадим Родионов. Да, у нас звонок. Будем принимать его или сначала экспертов увидеть? Сможем ли мы принять звонок? У нас радиослушатели на линии. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Вы извините меня несчастного. Я на первую половину вашу не слышал. Вдруг что-то повторит то, что за меня говорили. Вот. Я что хочу сказать-то? Вот это, что вы перечисляли. Ирландия, Уэльс, Шотландия. Что-то они у них там, не очень они согласны с тем, что Великобритания уходит. Но они и голосовали, если говорить про Шотландию, то в Шотландии и голосовали против выхода Великобритании из Евросоюза. Да, да, да. Вот я об этом-то как раз и говорю. А для меня, вот как жителя Латвии, вот, ну, скурный, абсолютно скурный интерес. Великобритания была спонсором Евросоюза. Не потребителем, так скажем, как мы, а спонсором, да. И, несомненно, сейчас уменьшится, ну, вливание в нас. Несомненно, что сейчас будут проблемы. Поскольку, сколько я знаю, весь оборон... Ну, не весь, а большинство оборонного комплекса Великобритании находится в Шотландии. Вот. И там будут у них внутренние проблемы с разделом и этого, и того, и еще чего-то. И любая нестабильность в такой, ну, я бы так сказал, она, может, сейчас и не очень большая, но не империя, где там никогда не заходило солнце. Но, тем не менее, это был очень крупный член Евросоюза. Да, спасибо вам. Но вот как раз нам пишет еще радиослушатель, он также в тему этого комментария говорит. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, насколько сильно порежет европейское финансирование и софинансирование именно для Латвии в связи с выходом Великобритании, где Латвия в случае, если его существенно сократят, будет брать деньги. И мы как раз на эту тему хотим поговорить со следующим нашим экспертом. Попробуем связаться с президентом Латвийской ассоциации торговцев Хенриком Данусевичем. У нас запланировано прямое включение. Как раз узнаем вот этот экономический аспект, это действительно важный нюанс, на который следует обратить внимание, потому что Великобритания относилась к числу стран-спонсоров Евросоюза, числу стран, которые обеспечивали наиболее серьезные вливания в экономику Евросоюза. И после выхода для нас это, конечно, тоже для Латвии, я имею в виду. Может, на нас это серьезно отразится. И попробуем узнать, насколько сильно. Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев, у нас на прямой связи. Господин Данусевич, здравствуйте. Добрый день. Насколько сильно выход Великобритании из ЕС экономически может ударить по Латвии и по нашим торговым отношениям? Какие у вас прогнозы? Ну, на сегодня сложно сказать, потому что сейчас начнется переходный период. Он будет длиться до 31 декабря. И за это время должны выработаться правила торговли с Великобритания, включая таможенные пошлины и другие регулирования, которые касаются передвижения товаров. Великобритания должна совместно с Евросоюзом до 1 июля подготовить первые предложения. И тогда мы увидим, что будет дальше. Ну вот то, что Великобритания обеспечила вливание в Европейский Союз, и то, что она этого теперь больше не будет делать, этот аспект как-то отразится на нас, такой экономический? На торговле это не отразится, но, конечно, на остальном отразится, потому что мы в основном являемся получателями помощи Евросоюза, и помощь Евросоюзу существенно сократится из-за ухода из Великобритании и из Европейского Союза. Насколько Великобритания важный партнер в плане торговли для Латвии? Как много мы с ними в этом смысле взаимодействуем? Довольно сложно сказать, потому что мы не анализировали. Я не думаю, что особо существенны нам более важные, если мы смотрим по, так сказать, грубо говоря, нам важнее скандинавские рынки, балтийские рынки и Германия. Великобритания, она не является одним из наших партнеров. То есть для нас в этом смысле никакой катастрофы не случится, не ожидается для торговли? Нет, большой катастрофы нет. Конечно, будут некоторые поставщики, которые должны пересмотреть. Насколько я помню, самое важное – это обработка дерева и тому подобные продукты. Но остальные производители более-менее смогут работать дальше. И я не думаю, что таможенные пошлины будут особо высокие. Думаю, что они будут минимальные. И то, что, конечно, будут больше расходы, связанные с сертификацией продуктов и подтверждением их происхождения, это, конечно, создать дополнительные расходы нашим экспортерам. Спасибо. Спасибо, президент Латвийской ассоциации торговцев. Хенрик Данусевич был с нами на прямой связи. Рассказывал он об экономической ситуации в том числе. Поговорим мы во второй части о том, что значит Brexit для жителей Латвии. Ну, надо сказать, что до конца этого года Великобритания, так же, как и сейчас, в настоящее время будет частью единого рынка и таможенного союза ЕС. То есть до конца этого года никаких таких изменений в области таможни для физических лиц, для путешествующих из Великобритании в Латвию или, например, получающих посылки из Великобритании, для компаний, имеющих торговых партнеров в Великобритании, не намечается изменений. Свободное перемещение товаров между ЕС и Великобританией так же будет продолжаться до переходного периода. И напомню, что переходный период будет длиться год. Граждане Латвии, которые находятся в Британии в течение этого года, с 31 января по 31 декабря, еще смогут получить услуги здравоохранения при помощи Европейской карты страхования здоровья и необходимо будет узаконить так же свой статус в Англии. Латвийцам нужно будет зарегистрироваться в особой системе. Надо сказать, что министр иностранных дел, ответ Эдгар Ринкевич, он говорил о том, что из 117 тысяч латвийцев, которые проживают в Великобритании сегодня, около 40 тысяч до сих пор не подали заявки на получение статуса постоянного жителя, что необходимо сделать сейчас, и поэтому призывает министр поторопиться с этим. Ну и что касается роуминга, если мы говорим об изменениях, операторы мобильной связи БИТ, ЛМТ и Теледва также сообщили, что до конца года, то есть в процессе этого переходного периода, никаких изменений в роуминге между Евросоюзом и Великобританией не будет. То есть, находясь в Великобритании и звоня абонентам в этой стране, условия останутся прежними. То есть, абоненты будут доступны. Доступны, как и в нашей программе, абонент доступен на радиоболтком. Да, звоните нам, 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефона прямого эфира в нашей студии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Лариса. Ну, насколько я понимаю, каждая страна в Евросоюзе вносит какие-то взносы. Значит, если Англия выходит, вот эту сумму, которую потеряют с уходом Англии, ее раскидают по всем странам, в том числе и наша Латвия, главное, чтобы наши латвийские руководители не кивали головой послушно, а отстаивали свои интересы. А еще вообще выход Англии для всего Евросоюза, то есть Великобритания хороший пример, Великобритания плохой, то есть теперь труднее будет руководство Евросоюза сказать, нечего вам выходить, а они скажут, а вот Англия вышла, ей можно, и мы тоже хотим. Спасибо. Да, спасибо вам, но здесь, кстати, мне кажется, это и да, и нет, как говорят, такой ситуации, потому что, с одной стороны, Англия вышла, с другой стороны, все прекрасно видят, как этот выход происходит. Сколько он болезненный и долгосрочный процесс. Да, и кто решится, в общем-то, повторить этот непростой путь, который Великобритания еще, кстати, не проделала до конца. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер, Сергей Ридов. Да, Сергей Ридов. Я считаю, что, в принципе, зигующую английскую королеву нужно оставить на Туманном Альбионе. А недостача, которая, в принципе, для Евросоюза составляет порядка 12 миллиардов, могла покрыть Российская Федерация. Вот, это первое, что. Ну, естественно, как бы, те граждан, которые, или не граждан, которые у нас, якобы, здесь есть с английскими паспортами, и в том числе работающие в госаппарате, нужно высылать. То есть Россию взять в Евросоюз вы предлагаете? Я не поняла, простите. Конечно, конечно. Все равно мы будем двигаться в сторону создания Евразийского Союза. Да, спасибо вам. Ну, честно говоря, сомневаюсь, что мы будем двигаться в сторону Евразийского Союза, потому что даже с экономической точки зрения Евросоюз гораздо мощнее, чем Российская Федерация. Здравствуйте, как вас зовут? Александр, меня зовут? Я, откровенно говоря, немножко рад, что Великобритания вышла, но, может быть, с точки зрения бизнеса это не очень хорошо, а с точки перспектив развития, вот именно политических перспектив развития Евросоюза, ну, лишняя была Великобритания с ее амбициями, с ее особым мнением и так далее. Тут достаточно двух лидеров, которые между собой могут, как говорится, нормально сработать. Это Франция и Германия. Я думаю, значит, если мы, в самом деле, хотим что-то изменить и двинуться вперед, нам нужно сделать очень много, значит, серьезных изменений в политическом устройстве. Это прежде всего европейская армия должна быть, Великобритания никогда на это бы не пошла. Должна быть, значит, больше связь вот именно с Евразийским Союзом, то есть Ось, Париж, Берлин, Москва и Пекин, вот это будущее, вообще-то, развитие вот этого всего пространства от Лиссабона до Владивостока, о чем там мечтал Деголь. А вот такие, как Корейба, поляки, значит, в Польше имеются в виду, как государство, прибалтийцы, которые не имеют своего мнения, вот им это не очень, наверное, нравится. Если не будет изменений каких-то, вот как раз выход в Великобританию, это как раз шанс для того, чтобы двинуться в этом направлении. Вот смогут политические лиги Запада, я не знаю, найдется кто-нибудь, кроме Макрона, который двинет вообще вот эту идею в животворящее русло или нет, вот тогда будет и развитие, будет политическое развитие, за ним последует и экономический рост, все-таки, значит, извините, полтора процента в европейской зоне, или сколько у нас тут роста, это не рост, это стагнация. Да, спасибо вам. Мне вот, честно говоря, не очень нравится, когда вот так пренебрежительно говорят о государствах, в силу их размера и так далее, вот. А что вот это Польша там, а что вот эти балтийские страны, ну, давайте как-то все-таки с уважением относиться, потому что тогда можно сказать, а что вот это русскоязычное меньшинство, которое здесь живет, да, о чем мы тогда обижаемся, если по отношению к нам, например, так относятся. И вот в эти слова, которые я уловил в словах Александра, как раз вот это пренебрежительное отношение, ну, мне это не нравится. Вы, конечно, имеете право это говорить, потому что это не противоречит законодательству, но я вот высказываю свою точку зрения, оппонирую вам в эфире. Звонится нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Да, мы говорим сегодня о Брексите, сегодня 31 января в 23 часа по Гринвичу, это в час по Риге, это будет уже 1 февраля, а Великобритания официально покинет Евросоюз. И затем до декабря продлится переходный период, точнее которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях, как сказали наши эксперты, которые выходили с нами на прямую связь, это будут такие очень плодотворные и, наверное, мучительные 11 месяцев, когда будут решать, почему тебя так удивила цифра 11 месяцев, Вадим, почему ты улыбаешься так? Ну, 9 плюс 2. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Ольга. Вы знаете, вот Генрих Доносевич сказал, что ничего в торговле у нас не изменится. Ну вот сахар, который я покупала марки Генри Тейт и Абрам Лайл, Марк Софт Браун, уже пропал, уже несколько месяцев я купить не могу. Я связалась с фирмой, которая закупала этот сахар, поставляла к нам в сети, в частности, в Риме и, господи, как он в Стокмане этот сахар был. Вот мне сказали, что пока поставки прекращены. Вот так что меняется кое-что в торговле. Спасибо. Да, спасибо. Ну, это хороший пример, кстати, такое расследование даже наша радиоослушательница провела. Наверное, действительно, все-таки без каких-то таких перемен не обойдется, и что-то будет. И как раз господин Доносевич говорил, что будут меняться, там документы будут по-новому оформлять, какие-то будут, видимо, все-таки заминки при поставке тех или иных товаров. Просто в глобальном смысле, как я понимаю, изменений быть не должно. То есть, стороны, которые занимаются поставками, они должны договориться. Просто сейчас идет такая некая переориентация. Ну, посмотрим, как это будет. В течение года она будет длиться, наверное, на протяжении этого переходного периода. И я думаю, что и после тоже будет, потому что все не успеют, скорее всего. Ну, вот, кстати, можно поблагодарить нашу радиоослушательницу за ее такую активность, потому что она действительно провела расследование. То есть, кто-то махнул бы рукой, ну, нет, сахар, взял бы другое. Здесь вот такая работа проведена, и спасибо, что вы поделились в нашем эфире, ее результаты. Да, звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Мы сегодня говорим о Брексите, который должен состояться вот сегодня то самое число Х, 31 января 2020 года. Так долго мы ждали, ждали и дождались, наверное. Да, посмотрим, что будет сегодня ночь. Мы сейчас попросим нашего звукорежиссера поставить комментарий, который нам дала Байба Бража, это посол Латвии в Великобритании. Давайте послушаем, что она нам сказала. Первое – это все, что касается предпринимательства. Эта группа была очень активна в контексте Брексита, и мы в посольстве идем навстречу и пытаемся ответить на все волнующие сограждан вопросы. Нужны ли новые сертификаты, какими будут тарифы и так далее. Вторая группа – это граждане Латвии, которые живут в Великобритании на протяжении какого-то времени. Часть из них заботится о себе сама и самостоятельно зарегистрировала статус граждан ЕС, а другая же не сделала этого по разным причинам. Некоторым кажется, что впереди еще много времени, некоторые просто не могут о себе позаботиться, люди возрасте, дети и другие. С ними мы тоже активно работаем. Сегодня мы не наблюдаем подобных тенденций. Работающих в Великобритании граждан Латвии и ее подданных не считают здесь какой-то проблемой. Негативного отношения нет. Так что не думаю, что в плане отношения со стороны британцев что-то сильно изменится. Люди честно и усердно работают. Не думаю, что есть какие-либо причины для этого. При этом не стоит забывать, что 1 января будущего года Британия ведет новую миграционную политику, потому что она станет третьей страной, в том числе по отношению к ЕС. Латвийским гражданам я хочу сказать две вещи. Во-первых, те, кто еще не зарегистрировался, если вы знаете таких, то им стоит поторопиться, поскольку свои права граждан ЕС они получат только после регистрации. А во-вторых, если кто-то из наших граждан желает вернуться в Латвию, мы будем только рады. Сейчас есть масса возможностей для этого. В Латвии можно работать и наслаждаться жизнью. Мы ощущаем увеличение числа запросов по поводу возвращения в Латвию. Официальная статистика также гласит, что число латвийских жителей в Великобритании по сравнению с 2017 и 2018 годами уменьшилось. Если тогда здесь проживало 117 тысяч человек, то теперь 99 тысяч. По нашей же статистике, жилплощадь в Соединенном Королевстве на сегодня задекларировали 78 тысяч латвийцев. Это была посол Латвии в Великобритании Байба Браже. Она в том числе призывала латвийцев, которые проживают в Великобритании, узаконить свой статус, который необходимо сделать. Нужно зарегистрироваться в особой системе. Напомню, как говорил Ринкевич, министр иностранных дел, что из 117 тысяч латвийцев, которые проживают в Великобритании, только 40 тысяч, вернее, 40 тысяч еще не подали заявку на получение статуса постоянного жителя, а сделать это необходимо. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Сегодня ночью Великобритания должна выйти из Евросоюза. Как сказала Байба Бража, есть в этом и позитивная сторона, потому что латвийцы, возможно, вернутся на родину, потому что здесь можно работать и наслаждаться жизнью. Ну что ж, ждем в нашей стране латвийцев, которые решат вернуться на родину, чтобы работать и наслаждаться жизнью. Так что на этом мы, наверное, сегодня завершим наш специальный выпуск программы «Болтком онлайн». Говорили мы в течение полутора часов о Брексите. Спасибо всем нашим радиослушателям и экспертам, которые выступили в эфире. Всего доброго и до свидания.